В Ямальском районе прошел первый день голосования. Впереди у жителей района, как и всей страны, еще шесть дней. Процедура продлится до 1 июля включительно. Голосование в этом году проходит с соблюдением всех санитарных норм в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, вызванной вирусом COVID-19. О том, как проголосовали ямальцы в первый день, смотрите в сюжете моего коллеги Евгения Алабушева. 25 июня по всей стране стартовало голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. В Ямальском районе работают 9 избирательных участков. В районном центре функционируют сразу 3 избирательных участка. Нашей съемочной группе удалось попасть на избирательный участок номер 1303. Голосование здесь проходит равномерно. Большого наплыва граждан нет, но и пустым участок тоже не остается. Первый день голосования прошел без эксцесса. Граждане шли в обычном режиме, но соблюдая все меры предосторожности. То есть на участке организован пункт досмотра с контролем температуры тела, дезинфекцией, обработкой рук, выдачей масок, если у кого-то не имеется, и одноразовые индивидуальные перчатки. Также на участке соблюдается социальная дистанция 1,5-2 метра. Масса наплыва, чтобы нарушать вот эту социальную дистанцию на участке не имеется. Тем не менее, граждане идут очень хорошо, настроение хорошее, позитивно все настроены, голосуем. За порядком на участке наблюдаются трудники правоохранительных органов. Весь процесс фиксируется также на камеру видеонаблюдения. Но за самой процедурой голосования, ее законности, подсчетом голосов следит общественный наблюдатель. В случае выявления нарушений наблюдатель должен либо постараться их пресечь, либо зафиксировать. Вчерашнее голосование прошло в штатном режиме, без происшествий, нарушений никаких не зафиксировано. И достаточно много людей уже проголосовало в первый день, но основной поток все-таки все равно ждем 1 июля. Некоторые ямальцы пришли на избирательные участки в первый день их работы. Почетный житель села Котяка Эйзенги принял участие в голосовании за поправки в Конституцию. Вместе с своей семьей он пришел в национальном одеянии. По мнению Котяка Мейковича, новые дополнения в Конституцию Российской Федерации важны для всех граждан России. Я приглашаю всех своих земляков приходить на голосование за нашу новую Конституцию, за нашу новую жизнь, прекрасную, еще лучше, которая была. Поэтому будьте добры. Я думаю, что в этой жизни все сегодня меняется и новая Конституция сегодня кстати. Впереди у жителей района, как и у всей страны, еще шесть дней. Процедура продлится до 1 июля включительно. А пока что избирательные участки по всему району ждут граждан для голосования за поправки в Конституцию нашей страны. Евгений Алабушев, Виктория Яловецкая, Иосиф Щелоков, Егор Гоньков, Ямальское телевидение, Ярсадин.